Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я предлагаю приготовить очень простые, но интересные и необычные на вкус котлеты с грибами. Для приготовления мне необходимы следующие продукты. Килограмм куриного мяса, это мясо с ножек, примерно 180 граммов готовых грибов. У меня жареное мороженое. Если грибы свежие, нужно как минимум 300-350 граммов. 4 совсем небольшие луковицы. Если очень крупная, хватит одной. Соль и перец по вашему вкусу. Все продукты нужно нарезать под мясорубку. Грибы я просто поломаю и буду пропускать их в мороженом виде. И теперь все вместе я пропускаю через мясорубку. Решетка средняя. Кстати, для этих котлет можно использовать и соленые грибы, но тогда регулируйте количество соли. Добавляю в фарш соль. По желанию перец. Я добавлю немножко эстрагона, но это необязательно. И все хорошо вымешиваю. Можно во время вымешивания отбивать фарш. Если фарш густоват, можно добавить в него немного холодной воды. Так он будет более сочный, но смотрите, чтобы не был жидким. Готовый фарш поставьте на час в холодильник и потом можно делать котлеты. Из этого фарша можно делать котлеты любым способом, какой вам нравится. Можно жарить на сковороде, запекать в духовке или готовить на пару. Я буду запекать котлеты в духовке вот в такой вот форме для кексов. Мне нужно хорошо смазать ее растительным маслом, а духовку разогреть до 200 градусов. В качестве панировки можно использовать муку или сухари. Теперь осталось сформировать котлеты. Обваливаю сухаря и укладываю в форму. Сверху котлетки тоже немножко можно сбрызнуть растительным маслом. Если есть желание, можете посыпать их сверху тертым сыром. Отправляю котлеты в духовку примерно на 40 минут. Котлеты готовы. Посмотрите, какие румяные и аппетитные. Они провели меня в духовке 45 минут. Вот такие очень простые приготовления и вкусные котлеты с грибами у меня получились. Я желаю вам приятного аппетита! До свидания! До свидания! Кухонные письки!